Мы нашей семьёй уже с начала года раздельно собираем и сдаём мусор. Отдельно бумага, пластиковые бутылки, тары из-под бытовой химии. Последний месяц как-то не удавалось попасть в наш местный пункт приёма вторсырья. Очень плотный рабочий график. И сегодня я воспользовалась служебным положением и сдам всё, что мы собрали. Вновь открывшийся пункт в Красном. Это 20-й пункт, который заработал в регионе. Местные жители восприняли его открытие с радостью. Работаем в библиотеке, поэтому у нас очень много ненужных списочных изданий. Их деть некуда. То есть они уже и нечитаемы, и выглядят они ужасно. В общем, это самое место, куда можно это принести без проблем. Тут есть некие условия подготовки. Я не знаю, мне как-то кажется, что для любого человека не составит это труда никакого. Это не сверх что-то нужно, много чего делать, такого сложного. По-моему, сполоснул ту же бутылку и без проблем. Люди словно уже ждали и понимали, что дальше так халатно относиться к природе нельзя. Доказательством являются уже первые показатели работы подобных пунктов в регионе. За время открытия первого пункта и до открытия сегодняшнего пункта собрано порядка 420 тонн вторсырья. Я считаю, что это не маленькая цифра. В разрезе страны и космоса, наверное, маленькая. Но в разрезе Белгородской области и учитывая, что подобный проект единственный на сегодняшний день в России таких масштабов, которые представлены на территории всей области, я считаю, что это неплохой показатель. Татьяна Куликова, Александр Квитко. Такой день. На Мире Белогорья.